всем привет дорогие друзья на проводе как всегда арианна италия дорогие друзья приглашаем вас вновь на нашу маленькую итальянскую кухню вы знаете что человек больше всего проводит в на кухне времени завтрак обед ужин разговоры готовка еды поэтому дорогие друзья мы сегодня вас встречаем как всегда на нашей итальянской кухне на дырку на рукаве дорогие друзья не смотрите это я одела специальную кофточку она очень тепленькая махеровая поэтому это я сделала дырочку дырочку сделал какой-то там моделист стилист который вообще сфантазировал и так дорогие друзья одну это я шучу и так сегодня мы расхламили нашу кухню порисовали и в итоге дорогие друзья еще плюс ко всему и захламили сегодня дорогие друзья я вам покажу какие покупочки мы приобрели на нашу кухню и думаю что вам наверно все таки интересно посмотреть поглазеть что у нас происходит итак дорогие друзья поехали сегодня мы будем готовить такие вот спаржевую фасоль чищу сейчас буду закидывать в пароварку и буду курицу готовить и спаржевую фасоль на обед как гарнир будет спаржевая фасоль никаких больше прибамбасов не будет ни макароны не буду отварить ничего будет достаточно вот этой еды вот так мы едим дорогие друзья это я сейчас сижу чищу потом начну чистить мою креденцию такую да как это сказать ну вот витринку такой маленькую от всех чайников так ну что дорогие друзья шкварчат шкварчит мы цыпленок табака а это я начала расхламление что у меня есть на плане выбрасывания в этот день так вот этот чайничек сам покажу это ричард джи нори ричард джи нори покажу вам не знаю видно там сфокусируется или нет ну наверное ничего не сфокусируется так затем дорогие друзья вот тот чайничек с танцующей парочкой который был первым выкуплен в коллекции он уйдет он был упал при землетрясении и там откололась кусочек но я все равно держала сахарница и сливочник тоже вместе с ним вот этот чайник уйдет вот он затем следующий чайничек тоже уйдет за ним так вот этот вот уйдет тоже по всей видимости это тоже бавария ну то есть дорогие друзья вот те которые поближе к стулу у меня чайники конечно задержатся не что-то пока жалковато их куда-то там выкладывать закладывать потому что в коробку положи это все уже считай что ты это никогда в жизни больше не принесешь и не достанешь поэтому покажу вам такой вот красивый чайник это ричард джи нори смотрите дорогие друзья присяду чашки ты тоже я уберу так вот такой чайничек красивенький да это настоящий ричард джи нори который достаточно очень старый он все там с этим тоже есть у него это как это клеймо вот это вообще античный наверно этому чайнику кто знает москва какие короли пользовались так вот дорогие друзья такая вот история да это ричард джи нори вот этот чайник может быть какие-то короли им пользовались поэтому дорогие друзья я его храню конечно же он не выйдет с моего дома ну вот такая гвардия пока надо это все помыть перечистить и значит это я извиняюсь у меня цыпленок там средства как все дорогие друзья продолжаем процесс ну что благодаря ютубу я сделал даже больше чем думала выбрать выбрасываю вот такую вазу там хрустальная которая не нужна там мисочки разные под кофейной чашки вот это термос красный ну как я это не буду еще пока выбрасывать в мудно мусорку потому что дорогие друзья я же крыска все это как бы покупала собирала и в итоге выбрасывать ну а в общем даже вот эти вот из холодильника которая кубики делать я это буду выбрасывать потому что сейчас все это заливается в пакетике более гигиенично и более удобно поэтому мне это уже не нужно все это себя изжила потом такие какие-то металлические чашки нашла что за чашки в общем какие-то такие были у меня дорогие друзья но поэтому я их тоже выбрасываю в общем грандиозной шухер у меня на кухне друзья вот такая у нас тарелочка блюдо получилось на обед субботний значит курица цыпленок табака скажем так и значит спаржевая фасоль вот так мы едим скромно никаких изолишес дорогие друзья донату вот дама в шляпе всю жизнь хотела нарисовать рисовала некоторые но не получались рисую даму в шляпе дорогие друзья посмотрим что получится я конечно не художник и так и так любить иногда побалевать побалевать на белорусском языке посмотрим что у нас с этой дамой получится в шляпе доната давай рисуй давай давай мы тут уже разложились мы стали буду менять клеенку уже эту старую поэтому уже можно порисовать уже от души вот дорогие друзья так у нас проходит субботний день от раз это расхламление я вам покажу дорогие друзья как мы захламляем захламляем кухню процесс сойдет дорогие друзья захотелось мне нарисовать даму шляпе рисую доната пока отложил идею сказал пускай подсыхает я рисую я рисую нет я тебе рисую я тебе рисую все эти окна акварель 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 получилась сейчас будет подсыхать это акварель вот такая дама из амстердама заца за этом начало это течь не высохла так ну вот смотрите дорогие друзья это дама из амстердама нарисована карелию называется зачаровано околдовано ну я смеюсь дорогие друзья как вам из меня художник ой ляля тополя дизель не доната ой картинка доната которая немножко подмалевала бонки ну дорогие друзья художник с никакой так вот этим делами мы занимаемся иногда по субботам по воскресеньям когда есть время вот дорогие друзья прощаемся так друзья вот такую клеенку и застелила вот так она выглядит у нас сегодня какой сами кухонный влог на той бы нарисовали обрисовали но я уже и помыла буду использовать где-то что-то в хозяйстве прикрыть что-то или что клеенка и она всегда нужна я ее выбрасывать не буду знаете что я такой человек что плюшкина я я плюшкина я все собираю это вот такая вот красивенькая правда сердечками других выбора особо не было на рынке поэтому я взяла такую клееночку с бренджиками по краям вот так вот где тут бренджики вот бренджики вот такая у нас новая клеенка вот такая красота дорогие друзья получилось после расхламление а у меня так такие наборчики тарелку не могу что поставить потому что не влазит не влазит тарелка но и внизу такие типа там для мороженого такие банки шклянки эти мороженец такие или как они называются такие вазочки для мороженого и для салата мочедония и графин стоит вот такая у меня получилось что у меня получилось карденца вот дорогие друзья извиняюсь что иногда не вообще вы хотите спросить на каком языке я думаю на разном языке думаю больше на итальянском наверное думаю последние моменты поэтому меня иногда итальянские слова русские проскакивают так но это сервант не серый не сервант в общем забыл дорогие друзья все вот такое расхламление у меня получилось друзья подключаюсь и так значит сегодня я вам покажу в какую игру мы играли с местным магазином с местным магазином мы играли вот в эту игру смотрите то есть как всегда мы должны были собирать вот такие вот более лины пунктики такие я не знаю как они точно называются у нас на подскажите вот эти штучки которые наклеиваются на такую тессеру книжечку туда и значит здесь условия игры были таковы что на каждых 15 евро 15 евро покупок в магазине вам давали вот такую вот значит одну бульлину видите написано одну бульлину значит ну и потом собрав эти пункты вы могли вы были выкупить вот это вот посуду посуда кстати очень хорошие марки лагустина она достаточно считается одной из лучших марок на территории это италия вот именно по производству такой вот кухонные утвари скажем так и вот например вот например вот такую вот скороварку нужно было собрать 80 вот таких вот пунктиков и плюс ко всему дорогие друзья вы должны были еще добавить целых 46 евро 50 так вот мы некоторую посуду собрали сами а некоторые нам подарили дорогие друзья подарили я вам сейчас расскажу кто же нам подарил эту посуду и так значит ну во первых покажу сразу такую сковороду я приобрела значит самостоятельно а самостоятельно я приобрела вот эту маленькую вот это посуда вот такая вот сковорода от марки лагастина я конечно же вам не рекламирую эту марку да я вам просто покажу то что я приобрела и мне подарили подарили подарила подарила тетя моего мужа значит вот такая сковородка очень она тяжелая вы знаете как сковородки выбирают значит первые параметры это чтобы вот антипригарное было конечно покрытие естественно современные сковородки на наружу все идут с этим антипригарным покрытием но это сковорода от зиру я вам покажу она имеет значит вот такую штучку в середине видимо это штучка показывает какой-то как однокаляется температура значит вообще по этой сковороде лица как она очень тяжелая массивная значит и здесь вот написано что ее можно использовать во всех значит местах для приготовления еды и и мыть значит специально в этой лавастовили да как там она у нас называется вы знаете что думаю на итальянском поэтому не по не надо не влазить эти наши слова так значит к этой сковороде вот такая вот ручка она добавлялась ее тоже нужно было по пунктикам насобирать и выкупить ну в общем это такая история дорогие друзья собираешь собираешь эти пунктики таких денег это стоит вот смотрите такая вот ручка да здесь у нее такие штучки кнопки такие ой мама дорогая мама дорогая мне такой еще не было это я с вами пробую и видимо вот так вот это дело делаешь и как его а потом застегиваешь что ли ой дорогие друзья точно застегиваешь в общем дорогие друзья вот так это все дело застегнулась и вот у нас сковородочка видите как так вот такую я купила сковородку дальше показываю вот такую сковородку подарила тете моего мужа вот такую вот она глубокая такая здесь можно готовить различные тоже вкусности итальянские глубокая нам нужна была на 26 диаметре и ручка это отстегивается и можно пристегивать к любой сковородке у меня наверное таких две ручки или одна нет у меня таких две ручки купила две значит дальше дорогие друзья средний большой еще нам тетя моего мужа подарила что дорогие друзья единственный человек который что-то в этой жизни нам подарил и вообще ну никогда нам никто ничего такого и не дарил так вот смотрите такая большая сковорода это на 28 см она подарила две сковороды одну я подарила отдала моему сыну подарок от тети Дарио и значит нам досталось две вот таких вот потом еще вот такая вот поменьше глубокая вот такая диаметри дорогие друзья уже не буду ее распаковывать хотя мне придется всех распаковать конечно но наверное все таки уже сегодня уже вечер и я уже распаковывать буду в следующий день потому что это все надо перемыть еще на те месяца куда это все приставить дальше вот такой вот дорогие друзья я купила моя уже пообносилась значит ну покажу вам надо печь вот такой вот да печь тортики значит новую купила чтобы она у меня уже была потому что это хорошая марка китхен айд это хорошее тоже видите она какая добротная такая сделана значит ну здесь все отстегивается вы это знаете да значит вот хорошая такая такого качества значит буду пить тортики уже теперь в новой посуде а то моя уже такая уже старинная что дорогие друзья уже стыдно даже показывать так дальше вот такой друшлачок купила тоже ну знаете что ну что-то такое вот как пойдешь в этот магазин одно второе и то хочу и то дешево ладно возьму ну в общем моя женщина называется пусти в магазин так она полмагазина вынесет так дорогие друзья не затягиваем историю вот такой черпачок 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 да я купила значит показывала вам спезу когда-то вот я его тогда в тот момент купила но он так и простоял еще пока я им не пользовалась так и тадададам тададам коронное место в программе занимает конечно же дорогие друзья конечно же дорогие друзья это с караварком которая у нас тоже есть которая уже 12 лет она еще работает но новую нам подарила опять же тетя моего мужа поэтому дорогие друзья ну что ж я думаю денег она не взяла но видно же подарила уже все уже надежно уже подарок потому что я говорю дарю ну теперь надо будет расплачиваться раз она уже это вот вот просто она собирала эти штуки пунктики да у нее там была где-то эти пунктики есть в магазине она когда-то была директором вот этого ПАМ кто живет в Италии сети магазинов ПАМ по Болонии и поэтому она такая вот ответственная все пунктики эти где-то раздобыла и купила нам посуду вот это дорогие друзья коронный номер вот скороварка даже не знаю как что там да мне там что-то есть вот в ней нарисовано конечно же есть вот такие вот штуки туда внутрь такие вот вот эти вот что тут так экодозы ну в общем там рецепты вот такая вот штучка металлическая это да я никогда не пользовалась даже с той скороварки ну и вот экодозы это ведь намерный какой-то стаканчик вот дорогие друзья вот такие вот подарки у нас на кухне я такая счастливая дорогие друзья ну знаете что что нам нужно женщинам нам нужно мало сходить в какой-то магазин пробрости посуду новую и мы уже счастливы так ну а вот еще купила дорогие друзья вот такие вот гуцини да две височки взяла потому что ну мне нравится эта марка гуцини это марка которая производит очень красивую добротную пластиковую посуду на кухне у меня очень много вещей гуцини я вам наверное вам уже показала в каком-то фильме года два назад я тоже собирала какие-то там оно то был картой то было не гуцини так ну вот гуцини вы знаете что очень красиво смотрите я такие две купила две вот такие мисочки да ну сахар насыпать показать в фильме или может быть ну красиво так вот вам показать мисочку наложить положить и все дорогие друзья я счастливая затянула фильм поэтому дорогие друзья вот так у нас прошел вообще выходные дни проходят я даже не знаю вообще я хотел этот фильм вообще выпустить уже давно но мне постоянно какие-то мысли я себя ловлю зачем почему почему я должна это показывать ну все блогеры показывают дорогие друзья ну я наверное тоже должна показать поэтому напишите как вообще вам эта кухня вообще вам эта посуда ну вы вообще как вам такой план видео или там я не знаю непонятно в общем ладно закругляем дорогие друзья все прощаюсь вроде была как всегда реальная Италия всем пока-пока